Практическая психология 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 И с детством, да, и вот с этим новым ощущением, которое мы получаем, когда приезжаем с нашего севера на юг, да, согласна с вами полностью, разделяю эти приятные позитивные эмоции, но кроме вот Артека и того времени, когда-нибудь вообще использовали, пробовали? Я пробовала, я в прошлом году проходила аромодиагностику, и удивительные совершенно были результаты, когда посмотрели, что там в итоге, диагноз, который мне поставили буквально там накануне, никто его о нём не знал, это аромодиагностик показала конкретно, вот, и я была очень удивлена, конечно. То есть вроде бы, да, всё, что я делала, это просто вдыхало ароматы и говорило, нравится мне это или не нравится. И вообще все люди, которые там сидели, там было у нас немного, 4 человека, и историю каждого я более или менее знала, и диагностика настолько точно показала состояние вот в той точке, где находился этот конкретный человек во всех, в разных направлениях там жизни, для меня это было какое-то, честно говоря, прям волшебство. Да, волшебство. Вот и для меня тоже, ну, а сейчас мы более подробно, почему мы пригласили эксперта, да, потому что мы с вами можем только эпидетами сейчас выражаться, да. А вот что же такое аромопсихология, да, наверное, более подробно нам расскажет Юля. Юля, вообще это распространённое, популярное направление в психологии или нет? Ну, на данный момент нет. И я так думаю, что связано это с тем, что, во-первых, это натуропатический метод, связано с тем, что используется в разных восточных практиках, в эзотерике, вот, и поэтому к нему относятся как бы к чему-то несерьёзному. Ну, то есть есть и есть, да, мы знаем об этом, но не так активно этим пользуемся. То есть это в такой доступности, как, например, травы, которые, в принципе, можно взять, можно попользоваться, но всей глубины и значений, и смысла вот этой аромопсихологии, к сожалению, знают немногие. Знают немногие. И даже среди психологов, я хочу заметить, да, это тоже не очень распространённое такое направление, хотя, мне кажется, оно очень недооценённое, потому что, да, всё, что связано с нашим самым древним органом, как я его называю, обонянием, да, его нельзя недооценивать, правда? Ну, вот почему ароматов у нас много в жизни, нас они везде окружают, да? Почему в аромопсихологии используются именно аромомасла? Эфирные масла, причём натуральные эфирные масла. Дело в том, что это специфические вещества, которые вырабатывают растения. Они предназначены, собственно говоря, для защиты этого растения, для помощи ему в жизни. Ну, и, соответственно, так как у нас растения помогают всем, они помогают и человеку. И вот эти вот вещества, сложные ароматические углеводороды, они схожи по своему строению с веществами, которые вырабатывает организм человека для собственной регуляции. То есть это гормоны. То есть по химическому составу они очень близки, да? Да. И поэтому нашим мозгом воспринимаются, ну, да? Как близкие, как родственные. Как естественное что-то, да? Конечно. Не являются чужеродным. Хорошо. Что мы с вами используем чаще всего? Вот, например, ну, из практики, да? Когда мы с этим сталкиваемся, ну, пошли в баньку. Да, вот это обязательно, кстати. И там никаких противоречий не возникает. Восточный, невосточный. Но все прекрасно понимают, что в баню нужно заварить веники, да? Если говорить по-русски, да? Дуб обязательно, там, пихты, берёзы, они должны присутствовать классически. Полынь должна стоять в углу там, да? То есть в этом смысле противоречий нет. И, конечно же, если, например, взяли с собой ещё несколько масел, да? Там, пихтовые, эвкалиптовые ещё какое-то, да? Обычно, да, хвойные. То мы что с вами получаем? Какой эффект? Релакса. Действительно так, да? Вот. Да-да-да, совершенно верно. Потому что хвойные эфирные масла, они гармонизируют. Они не сколько расслабляют, сколько вот именно вносят состояние спокойствия, умиротворения в мысли человека. И поэтому наступает такое вот состояние релакса. Юля, расскажите нам механизм воздействия. Вот попадает вот эта молекула, да, которая близкая к нам по строению, по составу, да, как гормоны, да, попадает она к нам сначала на органы обоняния, потом поступают в мозг какие-то сигналы. Что это? Механизм там очень сложный. Первая часть, да, то есть поступает молекула, попадает в нос, и она по проводящим путям доходит до лобных долей головного мозга. И там через осознание мы понимаем, что, например, если пахнет хлебом, то значит пахнет хлебом. Это вызывают какие-то там эмоции, да, у нас? Это нет, это первая часть, это осознание, то есть мы вот этот запах поняли, что это такое, а второй механизм, он лежит гораздо глубже, потому что у нас обоняние является не, сколько вот носом, столько обонятельным мозгом, который формируется, в принципе, в самых первых вот вообще днях, неделях жизни маленького зародыша человека. Ничего себе. Да, совершенно верно. И вот как раз-таки вот эти структуры обонятельного мозга, они отвечают именно за эмоции, за эмоциональное состояние. Ну и параллельно они связаны с гормональной системой, это гипофиз, и связаны с гипоталамусом. Это то, как работает вообще наш организм, то есть как мы дышим, как у нас течёт кровь, что у нас происходит внутри, то есть то, что не подвластно нашему подсознанию. И есть ещё один момент, в обонятельный мозг включено так называемое медалевитное тело, и вот это медалевитное тело, оно отвечает за наши детские страхи, за наши вытесненные воспоминания неприятные, за то, что вот как бы мы не хотим как бы понимать, принимать то, что нам не очень хорошо отчего. Это надо ампутировать срочно. Нет, ни в коем случае, у нас нет ничего лишнего, Светлана, в нашем организме. Я правильно поняла, Юля, что получается, что именно с помощью аромамасел, эфирных масел, мы можем с вами даже на такие глубинные уровни воздействовать? Да, совершенно верно. То есть балансируются эмоции, выравнивается гормональный фон человека, и, соответственно, возникает возможность прорабатывать, отпускать все вот эти вот страхи, все вот эти негативные установки, которые есть у нас, и которые находятся на подсознании, которые даже не осознаются нами. Очень, да, такой мягкий процесс психологического консультирования получается. Ну да, мне бы хотелось, конечно, точно так же, как и вам, я уверена, отойти от слов волшебства и магии, чтобы наши слушатели поняли, что все это, конечно, действенно. Я уверена, что каждый, кто слышит и слушает, прекрасно применяет что-то дома, потому что я, когда читала рекомендуемые от обойнать материалы к этому, в частности, применение масел, которые из семян, из разных всяких, я прекрасно понимаю, особенно люди, которые любят готовить, они понимают, что вот все эти специи, они не зря. Они не просто то, чтобы там вкус какой-то придать, они как раз придают это, 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 теняют, потому что там пища, она тоже своеобразная терапевтическая процедура, конечно. И поэтому многие применяют, практически каждый в своей повседневной жизни. А я вот, когда вы заговорили про менделевидное тело и про запахи, я сразу представила, как мы реагируем действительно на людей, потому что человек, который боится, он, соответственно, пахнет. И этот запах распознают не только животное, а люди тоже, потому что, когда человек в тревожном состоянии, в состоянии страха приходит там куда-то, где есть остальные, на него все, все абсолютно реагируют, осознанно или неосознанно. И человек, например, который в подавленном состоянии и в испуге, вот со стороны более агрессивных таких людей по природе, он более неволей вызывает вот какие-то нападки такие. Ты это видишь, эти картинки рисуешь, это особенно видно там в детской аудитории какой-то. Или в суде, например. Или в суде, да. Действительно, потому что все мы с вами дети природы, да, и от природы никуда не деться. Как бы мы ни хотели этого, да, тем не менее мы остаемся этой частью. А вот я хотела сейчас еще, Юля, у вас знаете, что спросить. Расскажите нам вообще вот эти эфирные масла, они делятся на какие группы, да, ну то есть каким образом мы, например, сталкиваясь с этим, можем понять, что вот это масло, оно мне вот подойдет вот там для таких-то целей, а вот это для таких-то. Ну тут сразу хочется оговорить. Точнее отметить такой момент, что эфирные масла выбираются вообще по приятному запаху. То есть не стоит читать инструкцию, конечно, ее полезно прочитать, посмотреть на что влияет, как влияет, какие противопоказания могут быть есть. Но это только общие, да, такие фразы? Да. Самое главное, чтобы запах нравился, потому что очень часто бывает, что инструкцию почитали так, у меня вот есть такой-то диагноз, у меня вот есть такой-то диагноз, значит, вот это масло мне нужно. Но запах мне не нравится. Вот у меня такая история с Иланг-Илангом. То есть там написано, от нервного березбуждения, там повышает твою энергию, еще что-то. Я подношу к носу и понимаю, ну не знаю, не знаю, это у меня еще вопрос по поводу... Да, совершенно верно. И поэтому если запах неприятен, то вот такого действия позитивного, ну как бы оно будет, но оно будет очень медленное. Поэтому сначала нужно ориентироваться на приятный запах. То есть если запах нравится, если вы нюхаете, понимаете, что «ах, это мое», то можно смело пользоваться и уже не читать, к какому виду относится, какое действие оказывает. Значит, это то, что нужно моему организму. Поэтому когда проводят аромодиагностику, то проводят вслепую, да, без названий. Да, желательно, да. Потому что у нас есть ассоциации, то есть если апельсин, мы сразу представляем плод и... Как это может быть искаженное, да, ощущение, да? Конечно. А в эфирных маслах, в натуральных, там идет полный состав. То есть если мы кожуру апельсина, когда надрываем, мы чувствуем верхние такие легкие нотки запаха. А там же есть еще то, что внутри такие тяжелые терпены, так называемые. А еще есть цветок апельсина, да, который тоже ассоциируется по запаху с каким-то другим. Радкий апельсин, горький апельсин, это вот такие вот свои градации. И вот именно эти оттенки при диагностике, они дают вам полную картину о нашем психологическом состоянии, да, Юля? В общем-то, да. И картина эта складывается не по одному маслу, по эфирному, а по целой вот гамме масел, тому выбору, который делает человек. У меня сколько десятков масел, насколько я понимаю. Да, у меня 85 масел в диагностике. А давайте вообще расскажем, что такое аромодиагностика. Потому что, смотрите, для вас слово диагностика, это сразу же что-то такое, ну, сейчас нам поставят диагноз и начнут лечить, да, но, по-моему, в аромопсихологии диагнозы не ставят, да, и лекарства не прописывают. Вот расскажите нам более подробно про эту методику. Ну, лекарства, конечно, прописывают в конечном итоге, но оно очень мягкое, очень ароматное, то есть им хочется пользоваться. А вообще аромодиагностика – это метод, практический метод определения вот состояния, внутреннего состояния человека, его психоэмоционального состояния и последующая коррекция. То есть есть 85 эфирных масел, мы их нюхаем, делаем свой выбор, то есть нравится нам, не нравится, и уже по тому, какие выборы сделаны, можно делать некоторые предположения. И при этом эти предположения, они совершенно верны, они не диагнозы, и они обсуждаются, то есть что тут может быть, что не может быть, что повлияло. И вот когда вот идёт такое вот обсуждение, осознавание, то получается, перед человеком возникает цельная картина, что действительно в его жизни, например, тормозит и скрадывает ресурсы, и чем действительно он может себя поддержать. И дополнительно вот к этой вот поддержке вот этим вот ресурсом являются эфирные масла. Света, какие у вас были реакции после вот аромодиагностики? Ну вот первую реакцию я уже рассказала, что я была удивлена, насколько точно вскрылись тайные даже самые состояния у меня и тех людей, которые со мной пришли, поскольку я была посвящена в жизни многих. Второе, это, конечно, радость такая, да, радость, захватывающее вероприятие, запахи, которые тоже радуют, и оказывается, как ты можешь отличать, правильно вы говорите, эмоции, которые на каждый запах возникают, удивительно, но ты ощущаешь, насколько они там противоположные могут быть. Я, кстати, с дочерью своей приходила, Азосе было тогда 9 лет, сейчас уже 10, и у нас настолько в итоге вот это лекарство, о котором вы говорите в конце, то есть коктейль, который мы составили из рекомендованных масел, настолько были разные совершенно, что вот мы обе потом еще обсуждали вот это все, да, применяли это все дома. Сейчас я просто подумала, что год прошел, и хорошо бы сходить и посмотреть, насколько все изменилось. Да, я бы не сказала, что я там в течение года это применяла, но 3 месяца, там, по-моему, 3 месяца, как положено. Честно, честно отработала. И честно отработала, да, и хотелось бы сейчас посмотреть спустя год, что все применялось. Вот что мне нравится, да, вот в аромопсихологии, ну, и что это легко применяется, да, это не надо пить, не надо делать уколы, да, это вот между делом, да, ты помогаешь своему организму и себе приобретать эти самые ресурсы. Я еще, знаете, что вспомнила, я еще вспомнила, вот такие все вещи, связанные с ароматами, значит, они почему-то ассоциируются с женскими какими-то... Началом, женским началом. С женским началом и предпочтениями. У нас в группе как раз были мужчины, и вот после того, как они прошли аромодиагностику, и вот были круглые такие глаза, ну, надо же, правда, как все показало, тут у меня это, тут у меня тут, тут действительно, да. Да, вот, они тоже с большим воодушевлением восприняли вот потом составление этого коктейля, и мы обменивались позитивными эмоциями по этому поводу, поэтому для всех абсолютно, конечно. Совершенно верно, да. Хорошо, вот у меня сразу же вопрос, мы поняли, что это независимо от пола, и мужчинам, и женщинам подходит, а с какого возраста можно это применять у детей? Вообще, в принципе, можно с рождения. Можно даже заранее подготовить помещение, квартиры для приема вот только что родившегося малыша, чтобы создать безопасную атмосферу без вирусов, без бактерий, та, которая естественная и натуральная. Ну, единственное, что нужно понимать, что должна быть определенная концентрация этих эфирных масел, должны быть определенного вида эфирные масла, то есть все для маленьких использовать нельзя. Вот, ну, а уже полноценная диагностика, она уже ближе к подростковому возрасту, то есть хотя бы годам к десяти, то есть там уже вот можно это делать. А вот я, кстати... А почему? Почему к подростковому возрасту полноценная диагностика? Там идут уже вот эти вот накапливаются в менделевидном теле все наши страхи, да, которые уже можно корректировать? Ну, во-первых, там ребенок действительно может определять запахи, то есть действительно ему нравится или не нравится, и он может выдержать большое количество запахов, и к тому же какие-то запахи эфирных масел, они действительно оказывают сильное воздействие на гормональную сферу, то есть ребенку, в принципе, это незачем. Да, а подросткам уже как раз ее гормональная перестройка. Да, там уже можно. А вот у меня сразу же такое ощущение, что, да, вот я в практике, как применяют, приводят ко мне подростка, знаешь, который, мама с папой сказали, я последний раз от него слышала что-нибудь, да, там, может быть, там, три месяца назад. Он сам в себе, он вот, знаешь, там, только здрасте, там, доброе утро, там, есть ли вы что-нибудь поесть, да, ну, такие вопросы с родителями, и все. Ну, вроде посмотрите, что там, как там, хоть бы, может быть, чужому человеку, психологу расскажет о чем-то. Ну, вот, и я для себя тоже открыла аромамасла тогда, когда сначала, ну, понятно, что я чужой человек, да, сначала сидим замкнутые в коконе, молчим, там, из-под лобья смотрим, что тебе надо, да, вопросы задаем. Значит, а потом открываю вот эту же бутылочку, например, с грейпфрута, да, и говорю, хочешь понюхать, как приятно пахнет, у меня масло есть такое волшебное, да, можем нанести там на запястье еще что-то, и буквально через 15 минут этот ребенок щебечет. Ого. То есть он говорит, он рассказывает о том, что он чувствует, он говорит о том, что у него произошло в школе, и он сам не понимает, почему он с этой теткой, да, такой разговорчивый, да, мама спрашивает, вы что такое делаете? Да, ничего, мы просто масло нюхаем. А можно нам тоже понюхать, а можно нам домой унести это масло, понимаете, да? То есть вот такие вот вещи, ребенок с родителями не разговаривает, да, вот с помощью, вот, например, вот этих же коктейлей, которые... А я себе представляю, вы знаете, атмосферу в доме, когда вот есть напряжение, вот я уже об этом начала говорить, да, то есть это действительно тоже на уровне, что называется, носится в воздухе. Не зря, да, такая есть пословица. Да, мы так говорим, да, потому что, конечно, со всех сторон недовольства, непонимания, сопротивления, и каждый транслирует свои вот эти вот запахи в воздух, да, которые, конечно, там, гормоны, которые вырабатываются в этот момент, выдают. И этот коктейль не очень благоприятен, его стоит уравновесить. Да, иногда вот как раз, я думаю, что стоит использовать для этого вот аромопсихологию, да? Но все-таки вернемся, так как это наука, очень хотелось бы узнать, конкретно с какими состояниями работаете вы, к вам приходят, с какими запросами, да, и какой конечный результат бывает? На аромодиагностику приходят, в принципе, с разными состояниями, и она работает с каждым из них. Потому что в своей основе аромодиагностика, в принципе, проясняет многие вещи. Во-первых, отношение к себе, отношение к другим, отношение к противоположному полу, отношение вот к работе, вообще к жизненным целям, к ценностям, вообще умение слышать потребности своего организма, своего тела. Поэтому в такой вот широкий спектр ложится, в принципе, любой запрос. И вот удивительно, что после вот таких слов, да, эта методика не является такой популярной и распространенной, да? Мне кажется, что вот я пришла и сказала, ну что-то в последнее время лень меня одолела. Вот сможете вы мне помочь? Да, конечно. Да? Ну какое же интересно это масло подойдет при борьбе с ленью? При борьбе с ленью. Дело в том, что там нужно смотреть конкретно, то есть, что лежит в основе этой линии. Может быть, это страх. Может быть. И тогда подойдет, может быть, масло розы. Может быть, даже укроп, который тоже со страхом борется. Мандарин замечательно с этим работает. Я вообще поняла, что всегда в доме должны стоять розы и лежать мандарины. В любом случае. Ну, еще в шкафчике можно сильно укропа, да, тоже пригодится. И укроп, да, от бабушки привезти. И еще не забудьте про елку новогоднюю. Да, совершенно верно. Вообще ассоциации, да, сразу же такие приятные очень, да, связанные с мандарином и с елкой. И вот это из-за того, что мы каждый раз Новый год отмечаем с этими ароматами, или же это вот просто где-то там вот… Или елка у нас в связи с этим появилась. Да, что нам так хотелось, чтобы у нас всегда были чудеса. Дело в том, что сами запахи ели и мандарина, они действительно ориентируют на эти чудеса, потому что они расслабляют, они снимают нервное напряжение, они дарят радость. И дарят такое вот умиротворение. И, конечно же, на основе вот этого вот состояния, вот радостью умиротворения и спокойствия хочется какое-то чудо. То есть когда елка у нас украшена, когда мы ожидаем праздника, и получается такое эйфорическое приподнятое настроение. Вот видите, как все, да, из одного столетия в другое столетие, да, тоже на нас с вами воздействуют эти ароматы, да, и ощущения праздника. Причем, скорее всего, это неосознанно был сделан выбор в пользу тех, как бы, фруктов и елки. Ну, вот так вот получилось. Ну да, в некоторых странах, потому что это пальма и совсем не мандарины, да? А вот почему, например, мне нравится чай с бергамотом? Тоже ведь очень сильное, да, бергамот, вещество. Да, это очень сильное эфирное масло. Пришла такая традиция из Англии, и очень мудрая традиция, потому что бергамот у нас, во-первых, успокаивает, но успокаивает не расслабляет, а успокаивает, придает уверенность. То есть я спокоен, я уверен в себе, и при этом еще это замечательный антисептик. То есть все вот противовирусные, противобактериальные средства вот в одном нем могут концентрироваться. Юля, а у меня еще есть вопрос? Я просто вспомнила, я сейчас с бытовыми вещами закончу, я вспомнила, что не зря ведь, наверное, и до сих пор, а раньше-то вообще повсеместно, вы помните, на всех наших подоконниках стояла герань. О, да. Да, которая, вот уж она пахнет, так пахнет, особенно если разотрешь листик в руках. Да, совершенно верно. А какое воздействие герань оказывает на нас? Она поднимает настроение, тоже расслабляет, это масло женское, то есть она будет, чувства приятные, причем если листик, это больше такие вот телесные моменты, а если цветочек растереть, то тут уже чувственность появляется и какие-то сексуальные желания. Хорошо. То есть вот это тоже можно регулировать с помощью масел, да? Да, конечно. То есть женщина приходит, она говорит, все, я вообще мужчин в своей жизни не вижу, да, исключительно вот только работа, но я от этого страдаю, и вот тут вы можете мне подобрать такой коктейль, да, когда вдруг я начинаю в течение трех месяцев там, да, или трех недель вдыхать эти ароматы и вижу, что вокруг меня симпатичные сотрудники, да, пешеходы тоже тут, понимаешь ли, водители тоже славные мужчины, то есть вот даже на таком уровне мы можем с вами корректировать состояние. Совершенно верно. То есть мы диагностикой разбираем, почему такое состояние, и подбираем эфирные масла, которые будут снимать напряжение, и прежде всего, скорее всего, телесное, я так предполагаю, и раскрывать ее чувственность, то есть способствовать проявлению эмоций своих, и пониманию вообще, что у меня вот эти эмоции есть, и мне хочется быть любимой, любящей, быть рядом с мужчиной, и это можно сделать с помощью психологии. Это сейчас перекликается с нашей прошлой программой, да, где мы уже один рецепт дали, что нужно написать список, очень подробно все описать, плюс теперь еще и ароматерапия. Вот еще какой у меня вопрос. Давайте поговорим. Есть, я поняла, что есть способы введения эфирных масел, это вдыхание, когда мы с вами, да, дышим этим. Какие еще есть способы, и когда их нужно употреблять? Вообще, если мы говорим про аромопсихологию, то вот этот способ ингаляции, то есть вдыхания, он является основным. Но это не только вдыхание из флакончика, тут варианты могут быть совершенно разные. То есть это может быть аромалампа, это может быть аромамедальон, это могут быть духи, это могут быть, скажем так, ватные или шерстяные тампончики, которые пропитаны маслом и разложены по всей квартире. Скажем так, если масло расслабляющее, то можно вообще нанести на кончик подушки, то есть тоже будет вдыхание такое. Можно использовать, например, в душе. Там будет двойное и на тело, и на обоняние. А помимо этого можно использовать телесные способы, то есть это массаж, это ванны, это всякие компрессы, аппликации, ну и прием внутрь. Но прием внутрь, он больше такой аромотерапевтический, то есть для лечения заболеваний. Например, кашель, да, долго очень у человека, да, и мы можем с помощью сирных масел помочь ему. Да, могут быть какие-то другие заболевания. Например, вот сейчас бесплодия очень много, да, проблема серьезная. Тоже можно работать с сирными маслами, с этой вот. Но обязательно нужно тут добавлять, чтобы врачи не делали нам замечаний, что касается таких серьезных вещей, как бесплодие и прочие диагнозы, это все в комплексной терапии. Естественно, да. И все это опять-таки под началом медицинского сотрудника, да? Ну, медицинского сотрудника это терапия. Если мы берем психологическую сторону этой проблемы, то здесь может помочь психолог и аромапсихолог. Хорошо. Вот я так правильно понимаю, что все-таки аромамасла это такие немного агрессивные, да, если в чистом виде, да, составляющие химические. То есть если, например, мы в чистом виде это, например, начинаем употреблять, там, наносить на кожу, то это может вызвать какие-то там побочные действия. В чем они растворяются, то есть с чем их можно еще применять? Для работы делается, ну, как бы терапевтическая смесь на основе масел или спирта. То есть мы можем делать пульверизатор, то есть капнуть несколько капель эфирного масла в пульверизатор, добавить чуть-чуть спирта. Ну, спирт должен быть 96%. И такой смесью распылять воздух. То есть получается такая аэрация. А, то есть в воду масла никогда не добавляют, да? В воде оно будет плавать наверху. А вот аромалампы, которые, что мы туда добавляем, кроме масла? Там идет вода, но вода немножечко нагревается, и за счет этого эфирное масло испаряется с поверхности воды. Хорошо. Если мы решили, например, с вами наносить это аромамасло на кожу, чтобы это не сжечь кожу, мы с чем это должны развести? С любым растительным маслом. Если есть какие-то красивые, как масло жужеба, масло персиковых косточек, можно брать их. Если ничего нет под руками, можно обычное растительное масло. Оливковое. Пожалуйста. Я вчера смотрела программу, где врач-косметолог с удовольствием использовала льняное, между прочим, масло. Да, добавляя несколько капель ароматного какого-нибудь масла и делала из него маски и капрессы. Потрясающе. Легко и просто. Ну что, я думаю, что теперь можно перейти к самой практике. Готовы? Для чего и что конкретно, да? Да. Вот расскажу немножко из своего опыта. Например, знаете, раньше в детстве, когда мы с братом начинали болеть, мама брала, резала лук, чеснок, все это выкладывала на тарелочку, заливала немножко водичкой, чтобы не сразу же все высыхало. И к нам заходил доктор и говорил, о, как пахнет луком и чесноком. Мама говорит, ну, конечно, они же чихают и кашлят, я тут немножко обеззараживаю. Ну, тоже своего рода ароматерапия, да? Да, кстати, в чесноке эфирное масло есть. Психологическое воздействие оно не оказывает, оно оказывает именно бактерицидное. Терапевтично такое, да? Хорошо. Ну, а психологические теперь более подробно. Ну, например, да, я вижу, что ко мне на консультацию приходит женщина, у которой все, там, да, все кругом в минусах. Там настроение минусовое, там, да, самочувствие минусовое, и вообще погода минусовая. И вот она с этим состоянием приходит к вам. Да, если она при этом еще не может сосредоточиться и сказать, что ее беспокоит и с чем поработать, то здесь можно вообще взять любые эфирные масла и сам процесс вдыхания запаха и классификация, что мне нравится, что не нравится, уже приведет ее в нормальное эмоциональное состояние. Часто бывает, что на консультацию приходят люди, и у них стопорится немножко процесс перехода, скажем, в новое, более эффективное состояние из-за того, что есть некоторые страхи, которые их удерживают от шага, либо есть какие-то негативные установки, с которыми еще вроде бы уже и расстался, но что-то там вот как-то вот тянется. Цепляет тебя, держит на крюке. Тогда можно предложить в зависимости от того, что конкретно их беспокоит. То есть если это страхи, иланг-иланг, роза, сандал, лаванда, очень хорошее масло. Причем масло пальморозы, масло вербены замечательное, то есть они раскрывают и чувства, и при этом дают радость очень хорошую. Тут очень комплексный получается такой все-таки подход. Надо понимать, что людей, которых еще тянет, и вот которые сопротивляются, может быть, даже этой терапии, это вот когда ты не принимаешь, да, ты еще не принял этот твой страх, не осознал там до конца, не сказал, что так, сейчас я с ним буду бороться каким-то образом. То есть, в принципе, во время диагностики, когда выявляются эти вещи, человек видит реальную картину, насколько сильны у него вот какие-то негативные установки, да, он их видит, и получается, что он их сам констатирует благодаря диагностике, и тогда процесс спускается быстрее. Да, потому что эфирные масла, они сразу воздействуют на головной мозг, то есть он осознал, при этом произошло воздействие, нормализовался эмоциональный фон, и уже можно что-то делать с этой ситуацией, то есть более разумно, не находясь в ней, в сцепке с ней. И очень важно, что не под давлением, вы уже не раз говорили сегодня об этом, то есть это всё без прессинга происходит. Это очень приятно. Да, это очень мягко проходит, естественно. Ну, а вот ещё, так как я задавала вопрос, ну, так, Юля, ушла немножко от этого вопроса, вот смотрите, эфирные масла, они делятся на определённые категории, да? И когда мы с вами проводим эту аромодиагностику, вдыхая то или иное масло, мы говорим, нравится оно мне, не нравится, или я вообще его не чувствую, отношусь к нему нейтрально, да? И вот именно по этим предпочтениям или, например, непредпочтениям, да, вы можете уже посмотреть на состояние этого человека, не только на психологическое состояние, но и на состояние здоровья, да? Например, вот есть пищевые масла, да, которые там, это же там корица, что-то ещё там, да, фенхель, которые, о чём говорят, вот здесь, например, человеку не нравятся эти масла? То есть в данном случае человек просто отрицает свои потребности, он не чувствует своё тело. То есть это как раз пищеварительная система, да? Не совсем, это пищевая группа масел, да, действительно, но это не пищеварительная система. То есть, ну опять же, я рассматриваю с точки зрения психологии. Ну вот можно немножко уйти с точки зрения рассмотреть и нашей системы как тело, потому что ты часто говоришь, это вот телесные моменты. Телесные проявления, то есть я постоянно напряжён, и при этом я не ощущаю, что я напряжён. То есть я могу работать, работать, пока вообще не упаду. И вот тогда я ещё в лучшем случае обращу на себя внимание. И вот если есть такое отрицание, то почему-то человек сам себя не воспринимает, и причём не воспринимает именно на уровне своих вот физиологических потребностей. А это ещё связано с базовым доверием к миру, то есть вообще чувствую ли я себя в безопасности в этом мире. То же самое, как есть, например, масла, которые там, да, относятся к категории женских масел, к мужских масел. Если, например, женщине не нравятся мужские её масла, да, вот эти ароматы, это о чём говорит? Это говорит о том, что у неё есть некоторые сложности, во-первых, в отношениях с мужчинами, может быть, в принятии своей части мужской. Своего внутреннего мужчины, да? Да, да, да. А может быть и то, что у неё проблемы с работой, с самореализацией в работе, в амбиции, потому что мужские масла, они за это отвечают. Вот нам сейчас пора уже подводить итоги. У нас остаётся буквально две минуты до окончания программы. Я бы очень хотела узнать, а где вообще вот эти масла, которые рекомендованы, которые натуральные, купить можно? Вот то, что там в аптеках продаётся, это то самое, нет? Нет, это не то самое. И какое там качество, я, к сожалению, сказать не могу. А что можете порекомендовать? В Кирове у нас работает компания Микони, закупает хорошие масла. Я работаю с крымскими маслами, тоже есть в наличии. Так что обращайтесь. Ещё, наверное, прежде чем начинать пользоваться аромодиагностикой, мы должны с вами чётко понимать все, что это должен делать специалист. И что есть по применению определённых масел противопоказания, чтобы мы тоже с вами внесли какую-то определённую ответственность за свои шаги, за свои действия. Да, совершенно верно, особенно если масла используются в терапевтических целях. Ну что, спасибо вам большое. Сегодня был очень для меня интересный такой блок информации, да, и меня это радует, потому что я использую аромопсихологию в своей жизни. Очень надеюсь и рекомендую всем слушателям нашей практической психологии ещё раз переслушать нашу программу, отметить, какие там масла, по каким вопросам и как это всё решается. Я ещё только одну там вставочку свою сделаю. Я просто вчера считала в очередной раз в Фейсбуке выскочившие всякие там китайские мудрости. Там было сказано в наставлениях «вдыхайте ароматы деревьев и трав». Вот в городе, к сожалению, это не получается. И здесь, мне кажется, на помощь приходит как раз ароматерапия. Это очень важно именно для городского жителя, потому что для тех, кто живёт в деревне, всё в порядке, а у нас-то вот это, мне кажется, то, чего мы лишены напрочь. Да-да-да. И обоняние у нас связано с иммунитетом напрямую, поэтому дома используйте. Можно, кстати, в садике использовать, в детском саду, если, конечно, договориться со всеми родителями. И только через специалиста. В сотый раз повторяем. Да, это обязательно. Спасибо, Света, за то, что вы были вместе с нами. Спасибо, Юля. Сегодня у нас была «Практическая психология», посвящена аромапсихологии. Всем желаем здоровья, добра и света. Скоро Новый год.